Но сама жизнь с мужчиной, она заставляет женщину его не уважать, потому что женщина очень сильно идеализирует то, как мужчина должен, мой мужчина, себя вести. И она сравнивает с чужими мужчинами, в которых она видит только хорошее. Она же не видит ничего плохого, она видит только хорошее. Ну-то посмотри, вот этот мужчина как себя ведёт, а вот этот. И когда она это делает, она рушит его психику, потому что когда женщина сравнивает мужа с какими-то другими мужиками, что они вот лучше себя ведут, это всё равно, что, допустим, женщине сказать, слушай, посмотри, какая красавица вот у нас соседка. Нормально потом жена будет чувствовать себя в отношениях с мужем? Не очень. Понимаете, то есть мы такие вещи вытворяем, понимаете, в отношениях друг к другу. И мы потом удивляемся, почему у нас 80% разводов вообще в стране. А потому что у нас никакой культуры нет понимания, как вести себя с близким человеком. Вот мужчине не надо говорить, что там другой мужик лучше себя как-то ведёт. Понимаете, и вообще, как бы, если женщина начинает мужчине говорить, что он вообще как бы не очень, тогда он будет ещё хуже. Потому что так работает сама энергия. Вот представьте, вы как бы в самолёт вместо керосина залили другой вид топлива. Он полетит, нет? Он, скорее, взорвёт, с чем полетит. Потому что вот, ну, какое топливо нужно, такое и нужно заливать. Понимаете? И женщина, это, по природе, у мужчины это действующее начало. То есть у мужчины очень большая способность самому что-то делать в жизни. А женщина это вдохновляющее начало. У ней способность делать слабее. Она может что-то делать, но она слабее, эта способность. А вдохновлять или гасить человека, её способность колоссальна. Ну, допустим, она говорит, да ты у меня как бы не Алёшный какой-то. Вот. Мужу, допустим. И всё, он становится не Алёшным. Ну, то есть он уже не может как бы нормально функционировать, потому что его загасили. Понимаете? То есть жена, она может вдохновить мужчину, поэтому мужчина ради женщины готов на всё. Он чувствует это вдохновение. Или загасить. Есть ещё одна особенность психики мужчины и женщины. Она заключается в том, что у женщины её психическая сила очень сильно скрыта от глаз. И она недооценивается мужчинами. Мужчина и сама женщина, женщина думает, я такая слабая. Не факт. Мужчина, его психическая сила мужчины всегда выходит наружу и она переоценена всеми людьми. То есть все люди думают, что мужчина, значит, всё, он такой как бы непобедимый. Не факт. Давайте разберёмся в этом вопросе. У человека есть два психических цилиндра. Наружный психический цилиндр предназначен для того, чтобы взаимодействовать с окружающим миром. У женщины этот наружный психический цилиндр очень податливый, нежный, мягкий, ласковый. То есть, допустим, женщина приезжает в какую-то другую страну. Она моментально адаптируется ко всему поведению людей, к языку. Она там, сенька, бери мяч, там, и всё, уже пошла там уже шпрехать по-английски. Вот, у неё очень круто всё получается. Мужчина там через пять лет, сенька, бери мяч, там. Мужчина, сенька, бери мяч. Понимаете? То есть, он как бы нежпрехает. Почему? Потому что ему трудно. У него адаптационные функции не так сильно развиты. Понимаете? Ему адаптироваться к новой ситуации очень сложно. Потому что у него наружный психический каркас очень грубый, жёсткий, непреклонный. Понимаете? И вызывающий страх, опасения. Поэтому женщины всегда боятся выходить замуж. Потому что они чувствуют, что мужчина, ну, как бы мужское начало само по себе очень такое опасное. Женщине вроде бы нравится человек, но она не знает, то ли выходить замуж, то ли нет. Боится просто мужского начала женщины. То есть, женщина такая мягкая, нежная, податливая снаружи. Мужчина такой жёсткий, непреклонный. Давайте теперь посмотрим то, что не видно глазами. Внутренний психический цилиндр. То, что связано именно с природой человека, с его характером. Не с поведением, а с характером. То есть, есть поступок, а есть настроение у человека. Есть его, допустим, то, что он сказал, а есть его, то, что он подумал. Понимаете? У женщины внутренняя составляющая имеет очень непреклонную, жёсткую и сильную природу. Ну, то есть, женщина внутри как камень просто, жесть. А мужчина, наоборот, внутри очень мягкий, нежный, податливый. Понимаете? И когда видит женщина, допустим, внутреннюю составляющую. Вот семейная жизнь означает контактировать с нежным, мягким и податливым. Понимаете? Поэтому женщина должна проникнуть внутрь, к мужу. Это путь к сердцу мужа идёт через желудок, да? Почему? Потому что, когда мужчина поест, у него наружный психический цилиндр, он смягчается. То есть, он такой становится добрый. Или когда он спать ложится, допустим, такой. Он становится добрым, мягким таким мужчина. И в это время можно сесть к нему и решить себе вопрос. Или когда он поел, минут 10 после еды примерно. Потом он опять собирается и всё, и как бы, и всё, уже как бы неприступная крепость. Ну, то есть, понимаете, женщина должна всегда проникать внутрь. Вот муж, допустим, пришёл с работы, она раз его обняла такая и ждёт, когда его расслабит. Или покормила, а потом уже разговаривает. Или только второй вариант – безмозглое поведение. То есть, он приходит с работы, но и напряжённая она. Сразу начинает решать с ним вопросы, потому что ей же хочется, у неё желание очень сильное, у женщины. Быстрее хочется разобраться. А надо терпеть, потому что ничего не получится. И она ему сказала в этот момент, он глядит на неё. Почему? Потому что он голодный, сил нет ему решать какие-то психические вопросы. И он на неё гаркнул, и она сразу пошла. Потому что она аж снаружи очень чувствительная женщина по природе. Она может подстроиться под всё, но она также и чувствительная. А мужчина дубоватый снаружи. И он может оскорбить, может жёстко поступить, может грубо себя повести. Но внутри очень мягкий. И женщина должна внутрь к мужчине пролазить поглубже.